Ребята, если у нас что-то болит, неважно что, мышца, внутренний орган, там еще что-то, если он болит более 21 дня, то это переходит в норму нашего физического аватара. И наш физический аватар это считает нормой. Чтобы его вывести из этой нормы, нужно уже не 21 день. Это я всегда говорю, чтобы вывести из определенного состояния, это нужно 21 день плюс 19, до 40 дней доводить. Почему? Потому что 21 день ты переключаешь организм обратно, а потом ему нужно встроить это в схему жизни, и он начинает жить поэтому. Ну а то, что мы говорим, то, что пошло, конечно же оно пошло, но куда пошло? Ну а то, что в желудок. Запомните, ребят, все легочные заболевания через желудок только голодом. Больше никак. Вот хоть убейте меня. Олечка. Так. Волчковая железа тимусу взрослых со временем перестает функционировать. Почему вы уделяете внимание? Смотрите, тут волчковая железа, я же уделяю ей внимание с другой точки зрения, да? Смотрите, у нас, у ребёнка волчковая железа, она занимает практически половину его тела. Она огромная, до 12 лет. И вообще до 12 лет ребёнок не может физически заболеть, если ему в этом не помогут родители. С психологической стороны, естественно. И если родитель научает ребёнка до 12 лет болеть, то он всю свою дальнейшую жизнь, он знает, как болеть, и он будет болеть теми либо иными заболеваниями. Вот. И у нас вообще заложено в нашем организме в тимусе до 12 лет, чтобы любые сопли, заболевания, там ещё что-то, чтобы адаптировался организм максимально. И у нас рассчитан, наш иммунитет рассчитан нас защищать в 12 раз больше, чем наш жизненный цикл. То есть наш жизненный цикл, давайте возьмём, он рассчитан плюс-минус на тысячу лет, ребят. Я не касаюсь этих 90-70 годов, да? На тысячу лет. Представляете вот этот тимус, насколько он рассчитан внутри ребёнка?